Здарова народ, с вами Коди и сегодня поговорим про веб-камеры на стриме, ее настройку, фильтры и как она настроена у меня. Если вы занимаетесь стримами, то веб-камера это уже почти неотъемлемый элемент. Но многие задаются вопросом, как сделать ее качество лучше и чтобы на стриме она выглядела красиво. Об этом и поговорим. Разберем все поэтапно. Камера, подключение, настройка, хромакей или задней комнаты, фильтры и лут, рамка оформления. Камера. Идеальный вариант качества это использовать зеркалку. Подключается она по HDMI через карту захвата, но 90% начинающих стримеров ею не обладают и проще на первое время взять веб-камеру. Качество будет хуже, но не все так плохо. Почти любую камеру можно настроить так, чтобы на стриме было приемлемо. Я сейчас не говорю про камеры за 2000 рублей. На данный момент самая распространенная веб-камера это Logitech 920 и 922. Ее используют почти 60% стримеров. В этом видео все примеры будут рассмотрены на веб-камере Logitech 922. Они подходят для всех камер. В зеркалках отличие будет только в подключении. Подключение. Подключаем ее через USB-порт, качаем приложение с официального сайта, устанавливаем и к нему вернемся чуть позже. Первым делом открываем OBS. Здорово. В общем, веб-ка будет немного темная, потому что лампочка сверху, лампочка перегорела. Те, кто был на стриме, прекрасно об этом знают. В общем, смотри, ты воткнул камеру в USB. Все хорошо. Теперь заходим в OBS. Давай сделаем новую сцену. Давай сделаем ее кам. Веб-кам. Короче, сделали. Теперь нам нужно добавить камеру. Создаем источник устройства захвата видео. Здесь пишем Camera. И у меня уже есть такой источник, поэтому я пишу что-нибудь рандомно. Окей. Все. Здесь мы выбираем нашу камеру C922 Pro. И, о боги, все, работает, я появился. И заходим в настройки видео. И нормальные люди здесь настраивают. Это яркость, контрастность, насыщенность и четкость. Все остальное люди оставляют по умолчанию. Я же настраиваю только яркость и четкость. Потом объясню почему. Но в данный момент здесь я ничего не настраиваю. Я все настраиваю в приложении камеры от Logitech. Вот здесь. Потому что бывает в OBS настройки слетают. Поэтому я настроил здесь яркость, настроил четкость, поставил 50 Гц и убрал здесь галочку компенсации низкой освещенности. Потому что когда она включена, все пересвечено жутко. Поэтому вот такие у меня здесь настройки. Идем дальше. Расширение и частота кадров. Здесь ставим пользовательские и в расширение выбираем либо Full HD, либо 720. В Full HD эта камера выдает только 30 кадров. Если мы ставим 720, мы можем поставить 60. Но опять нужно учитывать то, что твоя вебка маленькая на стриме. То есть она не на весь экран. И поэтому разницы между Full HD и 720 особо нет. Поэтому я ставлю 1080 и 30 кадров. У меня этого вполне хватает. И при этом картинка становится чуть ярче. Вот смотри, если я поставлю 720 и 60... Ой, стой. Где и 720? И 60 кадров, то картинка будет темнее. А не, смотри, нихуя. А, да, все. Картинка станет темнее. Это факт. Поэтому ставим Full HD. 30 кадров. Все. Аллилуйя. Идем дальше. Формат видео любой. Все остальное, в принципе, у меня стоит по умолчанию. Но некоторые могут поставить, например, цветовое пространство 709. У него больше, чем у 601 цветовой диапазон. Цветовой диапазон можно поставить полный либо частичный. Но, опять же, я здесь лично от себя не рекомендую ничего делать. Потому что и так все как бы нормально работает. Нажимаем ОК. Делаем чуть-чуть поменьше себя. И что делаю я? Я здесь делаю сразу трансформацию сюда. Потому что у меня вебка с этой стороны. И будет вот так вот получше. Допустим, да? Но опять подгоняем потом под вебку. Там убираем ненужный мусор через Alt. Зажимаем Alt и начинаем двигать. То есть, допустим, вот так. Давай сделаем побольше. До первого так. Что я делаю дальше? Почему я не настраиваю все настройки? Потому что я использую фильтры LUT. Фильтры LUT создаются, в принципе, в фотошопе. Ты можешь их сделать сам, либо найти в интернете. Это примерно то же самое, что люди применяют при монтаже видео. То есть, когда ты делаешь картинку, какой-то материал отснял, запихнул его в редактор и наложил на него фильтр. Это примерно то же самое. Поэтому заходим сюда, нажимаем фильтры, нажимаем добавить LUT. Окей. Я добавляю два лута. Первый. Это который. То есть, у меня три лута. То есть, первый для игры. И для веб-камеры два. То есть, первый я добавляю. Вот этот. Он, получается, настраивает все. Яркость, контрастность, насыщенность. Все это делает сам. И я его снижаю до, там, 25 где-то. Вот так вот. То есть, сразу видно, что стало все чуть темнее и насыщеннее как-то. И после этого я добавляю второй лут. Это оттенок синего. Не знаю, мне очень нравится оттенок синего на веб-камере. Добавляем синий оттенок. И я ставлю его на 30. Все. Тем самым, было у нас вот так, а стало вот так. Так мне нравится больше. Выглядит более так пиздато что ли. Можно, если так выразиться, да. После этого, в принципе, настройки с вебкой закончены. И переходим к другой теме. Это либо использовать храм-окей, либо использовать комнату. У меня в данный момент комната выглядит не прям очень клево. Но я к этому как бы стремлюсь. И храм-окей лично мне не нравится. Потому что я храм-окей не понимаю. Когда человек сидит и смотрит на тебя прям в упор в лицо. Мне нравится, когда вот такое некое присутствие рядом человека. То есть, допустим, как будто ты пришел к другу, сел с ним рядом и ты типа смотришь. То есть, мне это нравится больше. Поехали дальше. Ну и после всей нашей настройки у нас камера готова к работе. И осталось только как-то ее оформить. Сделать ей рамку. Чтобы было более красиво. И тут идет как бы... Разные виды рамок. Это очень круто. И их очень много можно сделать. Разных видов. Самые популярные почему-то это круг и прямоугольник. Но даже... Иди в жопу. Но даже... Например, ты используешь храм-окей и у тебя просто лицо. Там, например, по пояс. Даже там можно использовать рамку. Думаю, круг сделать несложно с помощью эллипса. Давай я тебе быстро это покажу. Вдруг ты не умеешь. Смотри, зажимаешь. Двигаешь он кривой. Нажимаешь shift. Он становится ровный. Все. Сведения о фигуре. В первом пункте мы ее отключаем. Все у нас пропало. Здесь во втором пункте. То есть, вот второй пункт. Здесь выбираем черный слой. И выбираем любой цвет, который тебе нравится. Вот мой цвет канала. И ставлю размер ему пятерку. Оп. Все. Круг готов. Запихиваю лицо. И готово. Но опять же. У тебя рамка прямоугольная. И чтобы тебе сделать круг. Чтобы у тебя рамка была в кругу. Это нужно сделать подложку. Чтобы добавить на камере зеленый фон. Думаю, ты найдешь в интернете. Я не буду об этом рассказывать. Потому что видео немного сейчас не об этом. Это делается несложно. Если хотите, можем провести стрим. Где мы будем сидеть и что-то придумывать для оформления. Может быть, кому-то это будет интересно. Ну, либо напиши в комментариях. Я сделаю отдельный ролик. Где подробно все, может быть, расскажу. Как сделать камеру. Какие варианты можно придумать. Потом здесь можно добавить направляющие. И сделать другую рамку. Например, ты хочешь ее прямоугольную. Допустим, вот так. Здесь нам поможет кисть. У нас была рамка пятерка. Вот пятерка так и осталась на кисти. Поэтому берем перо. Выбираем новый слой. И просто ставим точки на углах. Нажимаем правой кнопкой мыши. Выбрать обводку. Окей. Все. Готово. Опять сюда добавляем наш фейс. И все хорошо. Но опять, если, например, ты используешь хромокей. Допустим, да? Ты используешь хромокей. И что тебе в этом случае делать? Давай сейчас зайдем в интернет и скачаем что-нибудь. Так. Допустим. Сейчас наберем чего-нибудь. Какого-нибудь парня. И вот пойдет копировать. Давай сюда вставить. Допустим, вот парень. Допустим, это стримлер. Он приуныл. Была сложная игра. Или он задумался о чем-то. Давай его вырежем по-быстрому. Раз, два, три, три, четыре, пять. Облачки пошли гулять. Вот, допустим, например, это ты. Опа. И вот ты сидишь где-нибудь здесь, вот в уголку. Да? Такой типа весь. Грустный, приуныл. Что тебе в этом делать? Как здесь можно сделать оформление? Да все очень просто. Ты видишь грань. Тут же видно грань. Можно просто взять, сделать направляющую. Примерно понять, где у тебя будет камера. И также с помощью лассо сделать вот такую штуку. Ой, с помощью лассо. С помощью пера. Окей. Опа. Уже интересней. Ну и здесь теперь можно еще что-нибудь придумать. Там какие-нибудь штуки понаделать. Я не знаю. Там уже тут можно тупо экспериментировать сколько хочешь. Кривые, ровные. Все что угодно. Можно даже сюда. Даже можно сюда. Добавить логотип, к примеру. То есть, экспериментировать можно всегда. Главное, включай фантазию, когда что-то делаешь. Это не сложно. Главное, главное, это желание. Думаю, я тебе хоть в чем-то помог. Настройка камеры не такой уж и тяжелый процесс. Но многие спрашивают, задают вопросы. Поэтому решил снять видео. Если тебе что-то интересно еще узнать, пиши об этом в комментарии. Если ты что-то не понял, тоже пиши об этом в комментарии. Я тебе подскажу. Не забудь поставить лайк. Подписаться на канал. Ну и всем до скорых встреч, народ. Не болейте. Пока. Пока.